В 2014 году мы поставили для себя задачу сделать бюджет для граждан на федеральном и на региональном уровне неотъемлемой частью бюджетного процесса. Это означает, что сейчас, проведя необходимую работу, мы примем соответствующие решения, которые будут обеспечивать конкретные сроки формирования этого бюджета, определять окончательно его форматы и институционализировать вообще эту работу в рамках бюджетного процесса. Зачастую у нас происходит не всегда понимание, что делает правительство с точки зрения социальных мер поддержки, с точки зрения налоговых изменений, с точки зрения регулирования межбюджетных отношений и так далее. То есть необходимо через документ, такой документ как бюджет для граждан в простой и понятной форме разъяснить те инициативы, которые выдвигает правительство при подготовке бюджета. Обоснование, почему столько тратится, почему мы должны сейчас переворужаться, почему мы в предыдущие годы тратили две копейки, а сейчас мы тратим огромные суммы. Все это содержится как раз в обосновании бюджетных ассигнований, все это содержится в обоснованиях сумм, которые предусмотрены в бюджете. Так вот как раз приоритетное направление расходов, это социалка, это инфраструктура, это межбюджетка, это оборона. То есть вот все эти позиции должны быть раскрыты в этом документе, они раскрываются. Большой блок, конечно, в том числе, я уже говорил, межбюджетные трансферты, в том числе и для трансферта регионам, и социальные трансферты для граждан, потому что в бюджете как раз предусматривается, насколько они будут проиндексированы, насколько, значит, как они изменятся в ближайшее время. Ну и, конечно, бюджет для граждан должен быть не только бюджетом, как проектировки, но мы должны в этом документе, мы, значит, предусматриваем такую составляющую, отчитываться об исполнении бюджета, как выделяются расходы, насколько равномерно, насколько, какой эффект от этих расходов. Все это можно было бы, значит, проанализировать на основании тех госпрограмм, которые у нас с вами приняты. Для кого мы представляем информацию в рамках бюджета для граждан? Начиная от школьников и студентов, значит, следующая группа, это наши средства массовой информации, журналисты, поскольку не секрет, что журналисты формируют определенное мнение, общественное мнение, и правильность подачи материала о бюджете, значит, мерах экономической политики, которые правительство закладывает в этот документ, очень важно для разъяснения действия правительства. Следующая группа, это бизнес, конечно, это бизнес-сообщество. Как формировать свои бизнес-планы, какая будет налоговая политика, как мы будем участвовать на финансовых рынках, финансовое регулирование, какие предложения у нас закладываются на трехлетку, на долгосрочный период, безусловно, бизнес волнует. Поэтому это тоже важнейшая категория, для которой нужен открытый бюджет.